Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение Бога в Духновенной Псалтире и сегодня мы будем читать 127-й Псалом из группы псалмов под названием через надписание «Песнь степеней» или «Песнь ступеней». Этот псалом небольшой, всего семь стихов, он начинается словами «Блажены все, боящиеся Господа, ходящие путями Его». С еврейского это будет звучать так «Песнь ступеней. Счастлив всякий, кто страшится Господа, кто ходит Его путями». Как и ранее, друзья, мы объясняли, по святым отцам бояться Бога — это бояться нарушить Его волю, потому что мы возлюбили Господа, а если ты кого-то любишь, то ты боишься Ему противоречить, потому что ты трепещешь этим любовным чувством, и у тебя великий страх как-то оскорбить эту любовь. Любовь, она может возникать только между обусловленными личностями. Нельзя любить там электричество, камень или там поток воды, сгусток энергии. Господь наш есть и личность, и каждый из нас есть личность, и возлюбив Господа, мы стремимся служить Ему всеми силами Своими, всей крепостью Своей, всеми помышлениями Своими. «Блажены все боящиеся Господа, ходящие путями Его». Пути Его — это стези закона, то есть ходящие путями Его — это не уклоняющиеся от исполнения заповедей Его. «Трудами рук твоих будешь питаться, блажен ты, и благо тебе будет». Что значит «трудами рук твоих будешь питаться»? Буквально «труды будешь есть», это имеется в виду, что, как вот апостол Павел это сформулировал, день без работы, день без еды. А если ты трудишься, то в самом твоем труде уже заложена награда за этот труд, то есть то пропитание, которое ты получишь от Бога. Трудами рук по-славянски плодов и блаженный Феодорит придает значение вот этому слову «рука» в данном контексте, в том смысле, что мы трудимся не чужими руками, мы трудимся своими собственными руками, трудами рук, то есть собственных рук, твоих, то есть не чужих, твоих, будешь питаться, то есть ты не эксплуататор, ты не дармоед, блажен ты, и благо тебе будет. То есть блажен ты в этой жизни, счастлив здесь, и благо тебе будет, а будет когда? В будущей жизни. Жена твоя, как виноградная плодовитая лоза, вьющаяся по стенам дома твоего. Но жена — это и образ церкви. И церковь действительно, как виноградная плодовитая лоза, лоза, вьющаяся по стенам дома Божия, то есть храма Господа. А храмом Бога является и вся земля, на которой мы живем, и распространение церкви по этому миру — это как действие виноградной плодовитой лозы, которая распространяется. Сыновья твои, что побеги маслины, вокруг трапезы твоей. На Востоке очень считалось изысканным таким явлением. Вот стол делали на улице, где организовывали трапезу, а рядом вились по стене побеги маслины. Человек мог сорвать маслинку, покушать. Сыновья твои, что побеги маслины, вокруг трапезы твоей. То есть они всегда с тобой рядом. Они тебя не покидают. Ты можешь наслаждаться общением с ними, то есть с твоими чадами. В духовном смысле это духовные чадо, духовные дети, сыновья. Как один священник, он очень переживал, что у него был обед безбрачия, и он не имел детей. И он писал своему духовному наставнику, я очень переживаю, что у меня нет детей. И этот наставник ему отвечал, тебя же называют отцом. Так и будь отцом для всех этих людей. Тогда у тебя будет большая семья. Ты будешь сразу многодетным отцом. Весь твой приход, это твоя семья. Вот так благословится человек, боящийся Господа. То есть он благословляется трудами рук, жена его плодовита, сыновья его побеги маслины. И шестой стих. Благословит тебя Господь из Сиона, то есть из крепкого защищенного места, и увидишь благо Иерусалима во все дни жизни твоей. Увидишь, что имеется в виду, здесь как бы желательное наклонение, «Хотелось бы мне, чтобы ты видел», вот так преосвященный Порфирий переводит, «видеть бы», то есть как бы «видеть бы». Благословит тебя Господь от Сиона, и увидишь то, что вожделено для тебя. Вот то, о чем ты говоришь, «увидеть бы это». Да ты увидишь это. Благо Иерусалима. То есть народа Божия, церкви. Но здесь, скорее всего, это относится к тому, что мы пока еще не видим, но хотим увидеть, то есть небесный Иерусалим, как образ церкви небесной, церкви торжествующей, сходящей с неба от Бога в день пришествия Христа. «И увидишь благо Иерусалима во все дни жизни твоей». Что значит «во все»? То есть и эти дни земной жизни и дни жизни будущей, то есть жизни вечной. Здесь мы созерцаем небесное царствие, небесный Иерусалим, торжествующую церковь, очами веры, там будем обитать в этом удивительном месте. И последний стих. «И увидишь сынов сынов твоих мир Израилю». «И увидишь сынов сынов твоих», то есть внуков твоих, не только будешь наслаждаться общением с сыновьями, но и с внуками, мир Израилю. То есть благословение заключается в том, что человек, живущий трудами рук своих, имеет жену плодовитую, сыновья его и внуки его являются для него велием утешения. С 61, С Navaralım. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...